ДНР Время новостей Донбасса о событиях этого дня. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. Сегодня около пяти часов утра. Боевики так называемой ДНР пытались дважды взять штурмом Донецкий аэропорт. В пресс-центре антитеррористической операции сообщают, украинские десантники отбили все атаки. Тем временем в интернете появилось видео грузового самолета, который пускает над Донецким аэропортом так называемые тепловые ловушки. Мэрия Донецкая и милиция призывают горожан не находиться в районе аэропорта. Там до сих пор слышны звуки выстрелов. Правоохранители просят не приближаться и к гипермаркету метро, который также находится в районе аэропорта. Последствия налета мародеров видны на любительском видео, которое появилось в интернете. К разграблению магазина приложились как активисты так называемой ДНР, так и местные жители. На кадрах видно, налетчики действовали в спешке. Товар сгребали в основном с прилавков, которые расположены ближе к выходу из гипермаркета. По данным милиции, только за последние сутки ранения в Донецке получили минимум пять человек. Так у дворца «Юность» неизвестный дважды выстрелил в предпринимателя и угнал его иномарку. В поселке Октябрьске от взрыва снаряда пострадала 50-летняя женщина. У нее осколочные ранения глаза и брюшной стенки. Там же, в Куйбышевском районе, с простреленным плечом госпитализировали мужчину. А в Калининском ранения в живот получили двое молодых людей. Боевики так называемой ДНР установили два новых блокпоста в Донецке на мотеле. Огневая точка укреплена мешками с песком и бетонными блоками, за которыми стоит БТР. Ствол военной машины направлен в сторону жилых домов поселка Калинкино. Блокпост охраняют автоматчики. Над укреплением развивается российский триколор. Далее от мотеля в направлении Макеевского шоссе на пересечении с улицей Горностаевской появилась еще одна огневая точка. Этот блокпост боевики ДНР также укрепили бетонными блоками и мешками с песком. Автоматчики останавливают якобы для проверки проезжающий транспорт. Тяжелая бронетехника появилась на блокпосту самопровозглашенной ДНР в районе поселка Пески. Там боевики вновь укрепили позиции после разгрома авиации 26 мая. Заграждения соорудили из бетонных блоков и мешков с песком. Вооруженные люди досматривают проезжающие автомобили. Автоматчики так называемой ДНР осматривают машины и на блокпосту в Киевском районе, который установили на подъезде к Путиловскому мосту. Там помимо традиционных бетонных блоков, шины песка, в качестве баррикад боевики используют тракторы и КамАЗы. Донецкий городской совет опровергает информацию, появившуюся сегодня в газетах, об эвакуации жителей города в течение суток. Мэрия официально заявляет, это неправдивое сообщение, и обращается к дончанам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять исключительно официальной информации. Жилые кварталы Славянска вновь под прицелом обстрелу подвергся центр города, микрорайон Северный, а также поселки Семеновка и Болбасовка. Люди говорят, огонь по домам ведут украинские военные. Тем временем в пресс-центре антитеррористической операции уверяют, из арт-установки НОНа, которая установлена на грузовую машину, стреляют ополченцы, так называемые ДНР. Автомобиль быстро перемещается по городу и ведет огонь из жилых кварталов. По предварительной информации пресс-центра АТО, арт-установку ополченцев НОНа сегодня удалось уничтожить. Значит, вчера вечером самопровозглашенный мэр Славянска Пономарев собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что обстрел мирных жителей производят украинские военные. На самом деле, вчера вечером активно перемещалась БМД НОНа на лосите по городу и производила обстрел густонаселенных объектов города Славянска. Есть радостная вещь о том, что БМД НОНа уничтожена полностью. Хочу с уверенностью заявить о том, что украинские военные не стреляли, не стреляют и не будут стрелять по мирному населению, по их домам, что это все выдумки террористов. По словам очевидцев, бои со вчерашнего вечера идут и в районе военного аэродрома Краматорска. Жители города уверяют, слышат звуки гранатометов и автоматных очередей. Над кварталами летают военные вертолеты. Детей из Славянска в Артеке нет. Сегодня стало известно, что эвакуированные школьники до лагеря не доехали, но уже находятся в Крыму. 142 ребенка и 28 сопровождающих привезли в Севастополь, в лагерь «Радость». Об этом сообщил директор этого оздоровительного учреждения. Накануне начальник пресс-службы Артека Татьяна Григорец заявила, около 200 детей из Донецкой области, которых они готовились принять на отдых, поселят в одной из здравниц крымского поселка Форос, так как в сам Артек уже заехали более тысячи детей первой смены. После из Фороса эвакуированных школьников перевезли в Севастополь. Отправка была со стороны, так сказать, Донецкой народной республики, которая в Славянске, и от членов партии коммунистов, как нам известно. Но поскольку вопрос стал подниматься, и он уже получил такое распространение, то мы со своей стороны, конечно, отслеживаем теперь, где дети, в каких они условиях, как они прибыли, что у них там, все ли у них есть. В Антрацитовском районе пограничники отбили атаку боевиков в самопровозглашенной Луганской народной республике. Более 80 человек прибыли на погранпункт Дьяково в грузовиках. Они были вооружены стрелковым оружием, пулеметами и гранатометами. Завязался бой, в результате которого ранения получили трое пограничников, один контужен. Для поддержки силовиков АТО направили авиацию. Возможен обмен. В самопровозглашенной Донецкой народной республике рассматривают возможность обмена задержанных несколько дней назад под Донецком экспертов ОБСЕ на своих соратников, сообщает Интерфакс. Собеседник информагентства подтвердил, международная группа удерживает ополченцами ДНР. Напомним, ранее ОБСЕ заявила, что потеряла связь. В смеси и наблюдатели, которые работали в Донецкой области, в состав группы входили 4 человека, граждане Эстонии, Швейцарии, Турции и подданной Дании. По антраците Луганской области похищен 27-летний работник ГАИ Владимир Давиденко. Об этом сообщает информагентство Униан со ссылкой на председателя Конфедерации свободных профсоюзов Михаила Волынца. По его информации, боевики требуют от семьи 1 миллион гривен за освобождение инспектора. Девять дней в заложниках. Житель Днепропетровской области чудом спасся из плена ополченцев ДНР под Красноармейском. Мужчина навещал сына, который служит в армии и находится в зоне боевых действий под Славянском. Как удалось заложнику бежать, знает Ольга Соломяна. 9 мая Александр на машине повез еду и одежду сыну, который вот уже три месяца служит в рядах Вооруженных сил Украины и находится на блокпосту между Славянском и Краматорском. Коять удранные обуви, форма тоже на них уже ужасна. Ну что такое три месяца хлопцы живут в окопах. Условия ниякие. Средство от грибки повезло, что хлопцы уже просто обувь вместе с ногами. По дороге на одном из блокпостов ополченцев Александра остановили боевики, досмотрели автомобиль. Мужчина сначала не признался, что направляется к военнослужащим. Сказал, едет к родственникам. И его отпустили. Но уже после встречи с сыном на обратном пути Александр заметил за собой слежку. Я заметил, что у меня машина одна ведет. По пути на заправку она остановилась возле заправки. Когда я выехал в заправку, она пошла вперед. И когда я подъехал до Краматорска, до этого блокпоста, я буквально в оцеплении был. Вооруженные люди в масках заставили выйти Александра из авто, а после начали допрашивать. Под давление мужчина признался, что навещал сына военнослужащего. И тут же попал в плен. В камере предварительного заключения, говорит Александр, находилось много людей. Еду им не давали по несколько дней. А на так называемых нарах пленники спали по очереди. Двое лежаки или нары, или как они называются, они у них ничего не имеют. У них голи, железо и доска. И все. Как постукаем, включить воду нам, наберем бутылки, и тогда пили стаканчиками одноразовыми. Спустя три дня, рассказывает Александр, его перевели в другую камеру. Никаких требований ни пленнику, ни его семье ополщенцы не выдвигали. Супруга заложника Светлана тем временем уже подняла на ноги местный военкомат, милицию и даже позвонила донецким правоохранителям. Однако те, по ее словам, лишь приняли от нее заявление. К активному же поиску так никто и не приступил. Тогда родные Александра просили клича помощи в интернете. Каждый день кто-то пытался помочь. Где-то какие-то новые пути искала, чтобы найти. Каждый день давался, конечно, очень тяжело. Мужа не было 11 дней дома. Спустя неделю Александра отпустили. Как ему удалось освободиться из плена, мужчина не рассказывает из соображений безопасности. Говорит лишь, что вернуться домой ему помогли местные жители. Сейчас бывший заложник мечтает лишь об одном. Встретить сына из армии и о мирном небе над головой. Я мечтаю, чтобы сын быстрее домой вернулся. Чтобы наши власти не вели порядок или договорились, чтобы это прекратилось. Какое-то убийство или как его можно назвать. Ольга Соломяна, Наталья Соляник, Андрей Лысенко, Телеканал Донбасс. Признать Донецкую Народную Республику и вывезти войска АТО из Донбасса. Только после этого руководство так называемое ДНР согласно начать переговоры с Киевом. Об этом сегодня на митинге в центре Донецка заявил самопровозглашенный губернатор Павел Губарев. Позже представители движения Юго-Восток заявили о своих планах поднимать пророссийски настроенное население Запорожье, Днепропетровска, Харькова, Херсона, Одесса и Николаева. Организация «Русский блок» призвала сформировать ополчение женщин, которых направят на блокирование частей украинских военных. Также со сцены заявили, что ДНР поддерживают некоторые майдановцы с столицы. Они якобы планируют марш мира из Киева в Донецк. Эту идею митингующие свистали. «Людей, которые придут с миром, мы всегда встретим. Это наша республика, и мы рады всем, кто придет к нам с миром. Ну что, придет к нам, товарищи, товарищи, я понял, послушайте». В Донецк сегодня прибыла партия инсулина из Канады. Из-за сложной ситуации в некоторых городах региона этот препарат почти на исходе. Лекарства для больных с сахарным диабетом приобрели православные жители Торонто. Ценный груз встречал Павел Степаненко. Во двор Свято-Георгиевского собора въезжает машина с грузом, от которого зависит жизнь тысяч больных с сахарным диабетом. Из Канады через Одессу в Донецк прибыл инсулин, препарат с поставками которого в области сейчас перебои. Лекарства на 150 тысяч гривен приобрели православные христиане из Торонто. Они откликнулись на призыв Донецкой епархии. «Наш правящий архиерий, митрополит Донецкий Мариупольский Иларион, обратился к людям доброй воли с тем, чтобы была оказана помощь, посильная помощь. Свято-Троицкий приход города Торонто в Канаде собрал средства, обратился к православным прихожанам, и на эти собранные средства были приобретены три контейнера с препаратами». Ценный груз принимает заместитель губернатора Донеччины Елена Петряева. Она говорит, препарат доставлен по всем правилам и имеет все необходимые документы. «При транспортировке инсулинов должна соблюдаться холодовая цепь, и вот такие вот хладагенты, которыми обложены эти сумки-холодильники, позволяют, в общем-то, соблюсти этот режим. И вот те инсулины, о которых я говорила. Вот инсуман, вот инсулин эпайдра». Все эти препараты импортного производства. Их принимают больные диабетом, которым не подходит отечественный инсулин. Прежде всего это дети, беременные женщины и кормящие мамы. В некоторых городах области запасы препаратов почти на исходе. «У нас есть картина обеспеченности инсулинами в разрезе каждого города и района. То есть 28 городов и 17 районов мониторируются еженедельно. Мы снимаем остатки. Вот, естественно, мы будем смотреть там, где у нас больше всего больных, где самая низкая обеспеченность, мы будем инсулины поставлять туда». В Донецкой епархии воодушевились положительным опытом. Надеются, он положит начало многим добрым делам. Ведь сегодня в области живут 20 тысяч больных диабетом, которые должны регулярно получать инсулин. «Количество инсулина, которое нужно принимать больным диабетом, сугубо индивидуально. Поэтому, сколько конкретно доз препарата находится в этих контейнерах, сказать сложно. Однако медики говорят, хватит его приблизительно на месяц». Павел Степаненко, Александр Соколов, телеканал «Донбасс». Вальс о мире. Донецкие выпускники сегодня провели акцию против военных действий в регионе. Их последний школьный вальс стал просьбой к конфликтующим сторонам сложить оружие и дать возможность молодому поколению строить будущее в мирной стране. Пацифистский танец выпускников видела Анастасия Пугач. Они собирались танцевать этот вальс на сцене Донецкого драмтеатра. Однако сделать этого им не разрешили из-за напряженной обстановки в городе. Сегодня выпускники исполняют свой номер в небольшом зале на Донбасс-арене перед родителями и учителями. Это не просто школьный вальс выпускников. Это акция против военных действий в Донбассе. Когда год назад они только начали разлучивать движение, не могли и предположить, что в конце учебного года будут танцевать ради мира. Золотая моделистка Мария говорит, что помимо воли, она с одноклассниками стали свидетелями не самой лучшей страницы в нашей истории. Здесь события кровавые, мы не хотели бы быть их частью, потому что мало того, что погибают обычные люди, каждый день кровь льется в нашем регионе, по всей Украине. Но также и мы имеем проблемы с поступлением в связи с этим. У нас перенесли из НО, и неизвестно вообще будет вступительная кампания или нет. Одни сложности от этого, честно говоря. Владимир хочет стать юристом, как и его отец. Раньше собирался отправиться на учебу в Хариков. Однако из-за сложной ситуации в стране будет поступать в Донецкий национальный университет. Сейчас юноша больше всего мечтает о мире. Хочу, чтобы был мир. Чтобы мои родители и все родители здесь, которые находятся, чтобы они жили в мире. Чтобы не было войны и было спокойствие. Вот это я хочу. Мать Владимира переживает, что ее сына могут забрать в армию. Ольга поддерживает волынских женщин, требующих вернуть домой их детей. Солдат нацгвардии, которые участвуют в антитеррористической операции. Я прекрасно понимаю матерей, которые отправляют в западных областей, которые дети здесь у нас, я не знаю, как это назвать, сражаются, борются, завоевывают, отвоевывают. Я не знаю, как это сейчас назвать, насколько это сейчас, какие слова для этого можно найти. Но мне жалко этих матерей, потому что у них сердце болит каждую секунду за своего сына. Несмотря на неспокойные времена, выпускники отмечают, настроение у всех хорошее. Каждый из них надеется на скорое возвращение к мирной жизни. Анастасия Пугач, Тимур Сакову, телеканал «Донбасс». Время новостей Донбасса познакомило вас с событиями субботы. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин